Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем гайде я вам расскажу о британском премиум танке 8 уровня Kerner One Action X. Это тяжелый танк и сразу начну с конца. Обычно в конце я вам рассказываю стоит ли покупать этот танк. Поскольку это премиум танк, его можно купить либо за голду, либо за реальные деньги. В общем смотря в какой период вы будете просто смотреть это видео. Я скажу от себя да, этот танк можно покупать, на этом танке можно играть. Это один из сейчас любимых моих танков. И как бы все. Кому не интересно, можно дальше не смотреть видео, но конечно же нет. Для тех кто хочет присмотреться к этому танку, как фармеру, рекомендую это сделать. Дальше я вам расскажу почему, чего и как у этого танка происходит, его технические характеристики, как они складываются в боях и также как играть на этом танке. А помогут мне в этом два боя. Первый бой будет такой рашевский бой за буквально там за три минуты. Правда я не выживу, но зато за три минуты он сделает просто очень много всего. А это танк. Второй бой специально отобрал. Это бой с лагами. Были лаги тогда что-то с интернетом, либо с серверами. Были ВГшными. Там прям четко проследовалось, как подтормаживал танк. Но даже при этом на этом танке удалось почти вытащить бой. Скажу так, там всякие разные были обстоятельства. Уже вроде как слив, уже вроде как победа. И в конце в общем досмотрите сами и все поймете. Немножко предысторий вам расскажу. Я получил этот танк на черном рынке. Я его купил за серебро. Не помню там миллионов десять, помню серебра. Он стоил. И это лучшее мое приобретение, которое было. Я просто очень доволен этим танком. Кто давно на моем канале, те знают, что я обозначил имбы танки по трем параметрам. Это хорошая пушка, это наличие брони и это подвижность. Если есть три эти параметра на хорошем, на высоком уровне, то танк можно назвать имбой. У этого танка нет только подвижности. Она у него средненькая. Все остальное, что пушка, что броня у танка присутствует. И за счет этого он очень близок к имбе. Очень даже. Хотя это танки премиумные и на нем как бы все стараются фармить серебро. Пробитие у пушки 226 обычной ББ. Голдовым под калибром 258. С пробитием все в порядке. Как для восьмерки. Очень хорошо. Урон 230. Но это стандартно для многих британцев. Одна из самых распространенных пушек. ДПМ это тоже их не фишка. ДПМ высокий. Самый лучший среди всех премах восьмого уровня. 2338. У меня сейчас с боновым досылателем и с боевым братством. 2851 единица. ДПМ у данной пушки 4,8 секунды перезарядка. Очень быстро. Точность 0,32. Очень точная пушка. Тоже такой жирный плюс в копилку данного орудия. Время сведения 2,3. Немножко долго. Я бы чуть-чуть хотел бы побыстрее. Хотя у меня стоит стабилизатор. Но все равно досводиться вам придется. Еще хорошее про орудие. Минус 10. Орудие склоняется вниз. Плюс 20 вверх. То есть проблем со склонением орудия у вас не будет ни вниз ни вверх. Скорость полета снаряда 1020 метров в секунду. Это ББ-1275 под калибр. Тут тоже все хорошо. Даже на ББ хорошая скорость полета. То есть с упреждением сильно вам как-то подбирать его стараться не придется. Ну конечно там за 2-3 боя можно к этому всему привыкнуть. Дальше. Имея все это вкупе, это орудие. У нас очень классное бронирование в башне. Сейчас давайте рассмотрим его более подробно. И вот перед вами Кернер 1 Акшн Икс. Давайте посмотрим на башню сначала. 255 миллиметров лоб. 262, 290, 300. За 340. Башенка командира 128. Вот у меня зона в башне. Дальше экраны. И за экранами тут за 300 и более. Ну в экраны бы еще не кидают. Хотя десятки конечно же даже и на голде надо будет пробивают. Дальше ВЛД у нас в районе 260. Ну конечно смотря как на вас будет смотреть противник. Может быть и больше миллиметров. А вот НЛД просто обнять и плакать. 116 миллиметров сюда пробивает все и вся. Плюс здесь у нас бою укладка. И сюда знающие люди стреляют и калечивают просто жестко этот танк. Это его ахиллесовый пятер. Дальше борт у нас 50 миллиметров. И танковать бортом этот танк просто не может. Те кто знает. Ну если стрелять ему в экраны в гуслю. Здесь еще что-то можно отбить, оттанковать. Но те кто знает. Стреляют в верхнюю часть. Здесь даже ну такой выступ случайный. Вот что-то какие-то миллиметры имеет. А так в принципе если кидать в танк. Ну в любое место даже вот небольшой угол. Вернее даже острый большой угол. Но тут всего 120 миллиметров. И сюда танк замечательно пробивается. Плюс каточек пожалуйста. Танк на гусле пробился. Все отлично. Плюс еще если сюда кидать. Можно еще и гуслю сбить и БК выбить. Вообще класс. НЛД доступен. С борта понятно 50 миллиметров проблем нет. В башне тоже накидываем. С кормы тоже никаких сюрпризов вас не ждет. Единственное вот этот выступ под башней. Тут какие-то еще такие есть увеличенные зоны брони. Сюда еще можно как-то не пробить. Поэтому можно в принципе сюрприз получить от этого танка. Но в общем если кидать ему вот между башней и передним каткун. То все будет у вас в порядке. Пребывать вы его будете. А вот если вы наиграете на этом танке. То конечно делайте очень очень острый угол. Чтобы вас сюда не пробивали. И вообще лучше бортом не танковать. А как-то через насыпи наиграть. Чтобы только башню вашу было видно. Бронирование вы посмотрели. И теперь понятно что этот танк сильным быстрым не будет. Удельная мощность 14,6 лошади на тонну. Максимальная скорость 36,3 километра в час. Танк медленный. Максималка ему не позволяет быстро перемещаться. Удельная мощность неплохая. 14,6 лошади на тонну. Это не фиаско для тяжелого танка. В горку танк едет неплохо. Набирает скорость тоже довольно шустро. Но упирается в 36 и все. Скорость поворота корпуса 28 градусов. Медленно конечно. Но как бы для тяжей это такая нормальная цифра. Это не совсем плохо. Башня крутится довольно шустро. 36 градусов. И обзор у него 380 метров. Это нормальная цифра. Хорошая цифра. Ни в коем образом не сказывающаяся плохо на характеристиках всего танка в целом. И так в целом этот танк очень даже неплох. Как играть на этой машине. Поскольку хорошо бронированная башня. Плюс она там в экранах. Играем от башни. Высклонения хорошие. Выставляем только башню. Можно танковать в ЛД. В ЛД все еще неплох. Если его показывают под углом и не показываете на ЛД. То все у вас будет нормально. Будете отбивать даже. Хотел сказать десяток. Не всегда десяток. Все таки десятки на голде будут вас пробивать даже в башню. Даже в ЛД. Поэтому с десятками тут у нас не совсем все гладко сказывается. Я ввел статистику по боям. Я сделал из 20 боев выборку. В какие уровни боев я попадал. И так у меня получилось. Что в 25% случаях я был в топе. То есть ниже меня были только шестерки. Либо семерки. Либо это был бой восьмого уровня. То есть я был там одним из самых крутых. И это самые лучшие конечно бои. Там просто всех разрываешь. Если конечно команда не подведет. Но из-за того что этот танк медленный. То иногда бывают нюансы. Что вас как раз команда может подвезти. Либо быстро слиться. Либо куда-то уехать. Вас оставить. И как все медленные танки. Они очень зависимы от команды и карты. От карты имеется ввиду. Что если какие-то длинные переезды. Куда-то нужно ехать далеко. То здесь конечно вы можете проиграть. И в том числе вы проиграете. Когда ваша команда быстрее. То они собирают весь ваш дамаг. И вы просто в конце боя. Вроде как бы хороший бой провели. Но у вас 2000 настрелов всего там. И так упс. А что я сделал так? А что я так мало настрелял? Вот так и получается. И так в топе в 25% случаях. В середине. Когда мы видим девяток. Это в 30% случаях. И в 45% случаев. Мы играем с десятками. То есть половина примерно. Играем в топе в середине. И половина с десятками. Конечно я сразу обратил внимание. Когда играл на топ танки. Это немножко расстраивало. Блин. Но получается каждый второй бой с десятками. Каждый второй бой с десятками. А они зараза тебя пробивают. Даже в башню. Заряжают голду. И пофиг. Видали они там твои экраны. Даже через экраны пролетали там те же кумули. Или подкалиберы. И тут конечно с десятками. Когда вы играете. Нужно себя довольно беречь. Вы уже на стрие. Здесь не можете так поиграть. Как например с восьмерками. Либо когда вы в топе. Тут уже надо немножко союзников так вперед пропускать. И дальше уже помогать им высовываться. Там чтобы на вас не смотрели. И наносить дамаг. Если вы в топе. Либо играете с девятками. Такое тоже можно себе позволить. Поиграть на стрие. Но опять же это нужно делать через башню. Через ВЛД. И не подставлять свои уязвимые зоны. И постоянно двигаться. Все таки лючок у вас не маленький на башке. Даже если танкуешь через башню. Нужно все время двигаться. Даже иногда случайно. Все таки в него и кидает. И попадает. Такое тоже происходит. Башня не панацея для 100% победы над врагом. Как я сказал. В НЛД. Если смотреть на танк прямо в лицо. То справа внизу у него в боеукладка расположена. И кто знает. В нее постоянно кидает и критует по ее укладку. Поэтому из перков расскажу вам. Что же сейчас самое необходимое для данного танка. Первым конечно же лампочку командиру. Перки на стабилизацию. Наводчику и мехводу. Бесконтактную боеукладку заряжающим. Вторым можно ремонт. Третьим боевое братство. Четвертым перки на обзор. Перки на скорость поворота корпуса. Это виртуоз. И я качаю снайпера. Чтобы критовать. Танк быстро стреляет. Поэтому ему это довольно полезный перк. Чтобы критовать модули. Поджигать. Сбивать гусеницы. Это довольно важный перк для данной машины. Имея в оборудовании одну оптику. И два перка прокачанных на 90% на обзор. Обзор у меня сейчас 450 метров. То есть это больше нужного. Ну конечно много обзора не бывает. Но оптики достаточно. Ничего больше не требуется для усиления этого качества. Еще раз оборудование стандартно. Стабилизатор и досылатель. Из снарядов сразу скажу. Возил с собой фугасы. Даже причем что где-то 12. И рассчитывал на то, что сильно бронированные цели. Эти же девятки и десятки. Накидывать в них издалека. Но калибр маленький. Поэтому много урона они не причиняют. Ну по 30 урона извините это ни о чем. Поэтому фугасы реально ввожу там 2-3 штучки. Сейчас чтобы сбить захват и все. Все остальное напополам ББшки и под калибры. Примерно там по 25 штук получается. Но опять же если вы хотите сэкономить и пофармить. Возите под калибры там 5 максимум 10 штук. Чтобы например затащить бой и все. Они очень дорогие. По 4 400 серебра. И реально пофармить не получится. Если вы будете играть на под калибрах. При мне так я не помню чтобы танк горел. Но все равно голдовый огнетушитель ввожу. А дальше стандартно ремкомплект и аптечка. Да и хочу упомянуть такой немаловажный факт. Танк очень заметный. У него ужаснейшая маскировка. Там буквально 6% в неподвижном положении. Это очень плохо. Вроде танк и не сильно большой. Но маскировка у него ужасная. Поэтому засвечивают его довольно быстро. Имейте это ввиду. Что даже какой-то танк не с суперской броней. Там не с 480 метров обзора. Там допустим 440. Если вы попадаете его в круг. Даже на краю. Он вас засветит. Давайте подведем итог. Как же лучше всего играть на этом танке. Если вы в топе. Либо вы играете с девятками. Можете поиграть на острие. Впереди. Но опять же выбирайте такие позиции. Где вы будете танковать через башню. И будете прятать в корпус. Пользуйте своим ДПМ. Например враг выстреливший в вас. Вы можете ему дать 2 шота. Пока он дает вам 1. Имейте это ввиду. Гуслите своих соперников. Держите на гусле. И это будет приносить вам еще больше пользы. Пользуйте своим ДПМ. Это самая сильная черта данного танка. Если вы играете против десяток. То как я и говорил. Здесь нужно быть осторожным. Вперед сильно не вырываться. В десятки они такие. И конечно отбивать снаряды вы будете. Но не все. Если умный игрок против вас играет. Он зарядит голду. И будет вас шить просто в башню. По поводу фарма. Я уже сказал. Что если вы играете на ББ. Наносите много урона. Наносить на этой машине много урона можно. То все хорошо. Все в порядке. У вас будет. Если вы играете на голде. То конечно фарма здесь не будет. Единственное. Что сразу вас предостерегаю. Вы будете как я сказал. Попадать десятками. Там вы будете конечно страдать. Либо просто мало настреливать урона. Но стоит просто перетерпеть эти бои. По максимуму там себя полезно проявить. Не сливаться в первую очередь. А не подставляться. А быть полезным для своей команды. Пусть вы настреляете немного. Но главное все таки победа. И статистика по танку. А статистика по танку следующая. 56 процентов побед у данной машины. Всего 214 тысяч почти данных танков. Находится у игроков. И это небольшой процент. Хочу я вам сказать. То есть многие игроки. Они освоили этот танк в должном уровне. Не поняли его фишек. Из этого я хочу сделать вывод. Что для большинства игроков. Данный танк сложен в игре. И в этом есть доля правды. Поэтому все таки для тех. Кто досмотрел данное видео до конца. А не в начале понял. Что танк хороший. И можно его купить. Хочу сказать. Что да. Танк хороший. Но научиться на нем придется играть. И по себе могу сказать. Что когда я играл одиночные бои. Там ну там выйду. Один-два боя скатаю. И забуду про этот танк на несколько дней. Не совсем все на нем хорошо получалось. Да действительно. Ну танк не радовал. Когда я взял. Вот чтобы сделать гайд. Серию боев. Там пару дней, пару вечеров посидел. Специально доигрывал. Досматривал все бои. Играл только на этой машине. Руку набил. Все. Пошел процент побед. Начал он набираться. Там каждый день. Ну по 60 процентов побед. У меня да на этом танке было. Я смог выровнять. И подняться за 50 процентов побед. А то было и того ниже. То есть машина нормальная. Просто она немного сложная в управлении. Нужно ее прочувствовать. Она не всегда вам просещает ошибки. Танк конечно для прямых рук. Но если вы как я говорю. Поиграете серии боев. На нем не меняя машину. Только на нем играть. Вы прочувствуете данный танк. И все у вас получится. Вот все что я хотел вам сегодня рассказать. Всем спасибо друзья за просмотр. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться. И написать комментарий. Если есть что добавить. Про данную машину. Всем спасибо. И пока. С вами был Дваск.